Профилактика борьбы с пожарами особенно актуальна в осенний период. Эксплуатация электронагревательных приборов и печей, разведение костров, сжигание сухой листвы на придомовой территории и другие действия становятся виновниками многочисленных возгораний. Кроме того, есть причины, которые актуальны в течение любого времени года. Нарушение правил эксплуатации электропроводки – самое распространенное. Спасатели напоминают, большая часть пожара в домах может быть предотвращена. Необходимо тщательно следить за исправностью изоляции проводки. Не используйте неисправные выключатели, розетки, оголенные провода. Не применяйте удлинители кустарного изготовления. Не допускайте одновременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей электроэнергии. Опасно попадание воды на электропровода. Категорически запрещено заклеивать их обоями, подвешивать на гвозди, завязывать в узлы. Электросеть от перегрузок и коротких замыканий защищает предохранители только заводского изготовления. Не размещайте включенные электроприборы близко к сгораемым предметам и деревянным конструкциям. Уходя из дома, убедитесь, что все электронагревательные приборы выключены из розеток. Не оставляйте их в режиме ожидания. Если беда все же случилась, необходимо немедленно вызвать службу МЧС по телефону 101-202-25-072-103-1366. Принять меры по эвакуации из помещения. При выходе придерживаться стены или пола. Прикрывать органы дыхания мокрой тканью. Отключить от питания все электроприборы. Если не можете выйти из квартиры, подойдите к окну, чтобы пожарные знали ваше местонахождение. Или выйдите на балкон, плотно закрыв за собой дверь и криками привлекайте внимание. Не забывайте, что первый враг – это не огонь, а дым, который слепит и душит. Не пренебрегайте простыми правилами, а чтобы избежать страшных последствий, обязательно проверьте состояние пожарной безопасности своего дома, квартиры или дачи. Помните, что от этого зависит не только ваша жизнь, но и жизнь окружающих вас людей.